Среди всех онкозаболеваний рак молочной железы вот уже много лет занимает лидирующие позиции, как в России, так и во всем мире в целом. Более полутора миллионов женщин на планете страдают от этой патологии. Почти половина из них не выздоравливают. 30 ноября во многих регионах Российской Федерации проходит акция под названием «Розовая ленточка», направленная на борьбу с раком молочной железы. На улице Фокина и у кинотеатра «Искра» сегодня прошли флешмобы, приуроченные к этой акции. Всем желающим волонтеры раздали розовые ленточки – символ борьбы с раком молочной железы. Для того, чтобы научить женщину знать о факторах риска, то, как проводить самообследование молочной железы, что приводит к развитию рака, проводятся акции. В рамках акции читают лекции, открытые школы. Акция «Розовая ленточка» – это возможность узнать больше о таком страшном заболевании, как рак груди. Организаторы мероприятия призывали женщин серьезно отнестись к своему здоровью. Жительницы Видного узнали для себя в этот день много нового. «Наверное, это даже не столько физическая боль, она не ощущается, а душевно понимать, осознавать, что у тебя вообще в принципе рак. Это, наверное, страшно. Хотелось бы, чтобы придумали лекарство, и мы не болели. К огромному счастью, я пока мало про него знаю, но сегодня на лекции очень красноречивый лектор объяснила многие позиции, которые я для пути не знала для себя. И я буду более внимательна к своему здоровью в будущем и здоровью своих родных, близких друзей». Среди мер профилактики любых заболеваний – занятие спортом, активный образ жизни и хорошее настроение. Поэтому акция «Розовая ленточка» завершилась танцевальным флешмобом, который поднял настроение и заставил всех его участников двигаться в веселом танце. Субтитры создавал DimaTorzok